Драгоценный Господь 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 бы ничто. Интересный здесь момент. Агей начинает пророчествовать спустя 18 лет, когда народ Божий вернулся в свою землю. И вы можете только представить себе, они им долгое время были в Вавилоне. Кто-то из них, когда они вернулись обратно, они увидели, что у них есть большие проблемы с жильем. Кто-то из них увидел, что у них нет заработка, как они дальше будут заботиться о своей семье. Кто-то из них начал переживать нищету. Кто-то из них вообще отступил от Бога. Этот народ действительно пришел обратно ослабленным. И вот в это время кто-то из них начинает смотреть на этот разрушенный храм. И они пытаются восстановить стены Иерусалима. Они пытаются восстановить этот храм. У них у самих проблемы. Кто-то из них очень сильно ослабел духовно. У кого-то из них нищета. Кто-то пытается прокормить свою семью. Они находятся в достаточно сложных обстоятельствах. И в этот момент Агей начинает пророчествовать и говорит кто-то, когда из вас вы смотрите на этот храм, вы вспоминаете тот прежний храм. То есть мы получаем из этой информации, что скорее всего пророк Агей он еще присутствовал тогда, когда народ Божий не был уведен в плен. То есть мы понимаем, что он видел то прежнее состояние храма, то величественное состояние храма. И он говорит, вы смотрите на то прежнее состояние и думаете, как это возможно, чтобы сейчас установить. Между тем, что у них были сложности с нищетой, у них были сложности с тем, чтобы обустроиться. У них также были внешние враги, которые пытались остановить эту работу, которую они начали. Мы читаем с вами в Ездре в четвертой главе, там написано, что вооруженную рукою они остановили работу, то есть постройку. И вот в этот момент Бог поднимает этого человека Божьего, пророком, и он начинает пророчествовать. И мы читаем дальше с вами такие слова. «Но ободрись ныне зарвавель, говорит Господь, ободрись Иисус, великий Иерей, ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Савов. Завет мой, который я заключил с вами, пришествие вашим из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Ибо так говорит Господь Савов, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и суши, потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполнит дом этот славой, говорит Господь Савов. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Савов, будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Савов. И на месте этом я дам мир, говорит Господь Савов. То есть народ Божий где-то опечалился, народ Божий где-то уныл, они смотрят на свою землю, они смотрят на разруху, они понимают, что нужно восстанавливать стены, они понимают, что нужно восстанавливать храм, они понимают, что работа предстоиме, грандиозное. И они смотрят, и они думают, Господи, нам надо пропитать семью свою, нам надо как-то позаботиться о детях наших, мы переживаем нищету в этот момент, и еще тут эта постройка, и еще тут надо заботиться о доме, и еще тут надо заботиться об этих стенах. И у них множество вопросов возникает. Они пытаются где-то выжить с одной стороны, но с другой стороны пророк начинает вдохновлять и говорить им, ободритесь, время пришло, чтобы закончить это дело. И у них появляются вопросы, ну как, если, Господи, у нас такая нужда, мы в таком ослабленном состоянии, есть внутренние у нас проблемы, есть внешние враги, которые пытаются остановить эту работу, но пророк говорит, стройте. Пророк говорит, ободритесь, потому что я с вами. Дорогие братья и сестры, я хотел бы, чтобы сегодня, занимаясь важными вещами, мы не упустили самого важного. Да, заботиться о семьях 100% нужно, да, корми детей 100% нужно, работать нужно, но пророк по какой-то причине начинает брать все вот эти вот ценности, которые были среди народа Божьего и говорить, послушайте, нам нужно делать то, к чему призывает нас Господь, на эту работу, нам нужно не опускать наших рук. И да, возможно, у вас появляются вопросы, а как мы это сделаем? Мы физически слабы, наше духовное состояние, состояние может не такое, золото, серебра нет, но Господь говорит такие слова, не переживай, потому что мое серебро и мое золото. И потом Господь говорит, что слава последнего храма, она будет намного сильнее, чем того предыдущего. И знаете, что интересно, что сегодня мы с вами есть храм Духа Святого. Сегодня Дух Божий обитает внутри каждого из нас. Господь с вами, мое серебро и мое золото. И даже если сегодня мы, может, проходим какие-то наши нужды, давайте помнить, что у Бога нет никаких проблем с тем, чтобы открыть какие-то двери для нас, с тем, чтобы благословить как-то нас. Но Бог желает, чтобы сегодня наш взор был на правильных вещах, чтобы наш взор был на том, чтобы мы продолжали служить Ему, чтобы Бог был первым в нашей жизни. И я благословляю вас сегодня, когда вы будете жертвовать и приносить ваши десятинные приношения, чтобы Бог благословил ваши дома, ваши семьи, ваш труд. Пусть Бог благословит вас. Давайте поднимемся, будем жертвовать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Господи, что в это особенное время мы можем молиться и ходатайствовать друг за друга Господь, мы молимся сейчас за все те нужды, Господь за все те молитвенные просьбы которые пишут наши братья и сестры за все записки, Господь Ты видишь каждого, кто нуждается сейчас в исцелении Боже, прикоснись, яви свою славу яви свое могущество, Господь пусть сила Твоя придет пусть Дух Святой коснется и наполнит от макушки головы до подошвы ног каждого во имя Иисуса Христа мы противостоем всякой болезни всякой немощи, всякой инфекции мы молимся, чтобы слава Твоя пришла и злилась на всякую плоть во имя Иисуса благослови, Господь, наших братьев и сестер по всему лицу земли благослови пошли свой ответ, Господь, во имя Иисуса прямо сейчас пусть боль утихнет пусть болезнь отступит во имя Иисуса пусть придет полное восстановление во имя Иисуса Христа Господь, Ты наш Силитель Ты Боже наше исцеление мы славим Тебя славим Тебя ищи им на этом месте Господь, благослови дай свой ответ на всякую нужду во имя Иисуса Христа восполни, Господь всякий недостаток по богатству славы Своей я молюсь за тех, кто нуждается в помощи я молюсь за тех, кто нуждается в спасении Боже, приди, спаси, помилуй освободи, разрушь все дела дьявола во имя Иисуса Христа мы молимся и благословляем благословляем каждого, Господь кто обращается за помощью кто взывает к Тебе Господь, да будет явлена слава Твоя в жизни наших братьев и сестер во имя Иисуса Христа мы также благословляем каждого, кто жертвует кто участвует в делах церкви благослови каждый рубль посеянный каждую жертву, каждую десятину каждое семя, Господь благослови Боже, пусть придет Твой обильный плод во имя Иисуса Христа пусть придет Твой обильный урожай Господь, мы хотим быть свидетелями Твоей славы поэтому мы жертвуем сегодня мы чтим Тебя наш Бог, мы благодарим Тебя за все спасибо Тебе, что в доме Твоем всегда есть пища и Ты благословляешь церковь свою свой народ потому что церковь Твоя богата на всякое доброе дело спасибо Тебе, Господи за каждое жертвенное сердце за каждую дающую руку я благодарю Тебя восполни, Господь, все нужды народа Божьего чтобы он всегда был богат на всякое доброе дело во имя Иисуса Христа спасибо Тебе, Господь за это особенное время за эту возможность сегодня нам вместе славить и чтить Тебя слава Тебе хвала Тебе Царь Царей и Бог Богов Отец Сын и Дух Святой и мы также, Господь, молимся и благословляем наших детей мы молимся за сыновей и дочерей особенное благословение будет на них во имя Иисуса Христа пусть наши дети знают Твои пути ходят ими пусть наши дети знают Тебя лично Господи слышат Твой голос и исполняют Твои повеления мы молимся чтобы в жизни наших детей был Твой успех Твое благорасположение Господь во имя Иисуса пусть наши дети будут успешными во всех делах рук Своей, Господь в учебе Господи в послушании во многих-многих делах Господь во имя Иисуса спасибо Тебе что Ты благословляешь все наши последующие поколения слава Тебе наш Бог хвала Тебе наш Господь да прославится имя Твое Святое в нашем наследии во имя Иисуса Христа и все да скажут Аминь Аллилюя слава Богу Бог достоин славы я всех вас приветствую дорогие приветствую тех кто сегодня в церкви приветствую тех кто сегодня в онлайн вместе с нами пусть Бог вас благословит скажите что-то доброе тому кто рядом может быть просто поприветствуйте скажите что благо Господь и милость Его вовек Аллилюя пожалуйста присаживайтесь хорошо нам быть в Его святом присутствии хорошо быть там где есть Господь Аллилюя слава Богу что в этот воскресный день мы можем быть вместе и не важно даже если ты далеко от нас далеко от Перми очень важно что ты вместе с нами в Духе Святом через онлайн трансляции вы знаете в это непростое время у нас есть такая возможность быть вместе вместе молиться вместе слушать Слово Божие вместе прославлять нашего Господа нашего Спасителя это великое благо Аминь знаете однажды мы будем на небесах и нас уже ничто не отделит друг от друга ни болезни ни какие-то проблемы ни расстояния мы будем вместе в Его Святом присутствии в Его великом небесном Царстве и это радует Аминь слава Богу меня это очень радует что однажды мы все будем там где уже не будет ничего плохого будет все самое лучшее будет наш Господь нашим светилом лучезарным слава Богу Аллилюя дорогие сегодня хотел бы я поразмышлять над одним местом Писания это четвертая книга Царств тринадцатая глава с 14 по 19 стих давайте мы с вами откроем вместе Библию пожалуйста откройте Слово Божье и давайте мы почитаем эту историю наверняка многим хорошо знакомую известную про пророка Елисея и царя Иоаса И сказал Елисей возьми стрелы и он взял и сказал царю израильскому бей по земле и ударил он три раза и остановился и разгневался на него человек Божий и сказал надобно было бы бить пять или шесть раз тогда ты победил бы сириан совершенно а теперь только три раза поразишь сириан итак дорогие вы знаете наверняка читая эту историю вы сталкивались с неким непониманием может быть не все было понятно до конца в этой истории и я помню как и я читал особенно в первые годы христианской жизни и не все понимал но вы знаете размышляя над этим словом молясь и прося Бога о мудрости я хотел бы сегодня поделиться двумя очень важными уроками из этой истории я хотел бы поделиться сегодня двумя важными размышлениями которые коснулись моего сердца и вы знаете немножко поразмышлять посмотреть в суть этой истории но самое важное конечно что мы должны понимать что эта история проходила несколько тысяч лет назад и наверное многих моментов нам не так легко понять потому что мы живем не в том времени мы пользуемся не тем оружием мы вообще все по другому вы знаете многие наверное предыдущие поколения мечтали бы жить в том времени в котором мы сегодня живем несмотря даже на то что мы сегодня с вами переживаем во всем мире но давайте мы посмотрим итак друзья мои мы видим с вами что Елисей это пророк Божий который был поставлен Богом для Израиля и для царя чтобы открывать волю открывать волю Божью и вот он заболел вы знаете печальное известие печальная новость и конечно же царь Иоас он встревожен мы видим с вами что он не просто встревожен он опечален он приходит навестить человека Божьего он в слезах он плачет и он произносит следующие слова он говорит отец мой отец мой колесница Израиля и конница его во-первых мы видим с вами что он обращается к Елисею с уважением то есть он уважает этого человека как действительно помазанника Божьего и он обращается к нему с уважением но и еще друзья мои в этой фразе есть нечто необычное эта фраза она повторяется если мы с вами заглянем чуть раньше и мы посмотрим с вами во времена пророка Илии когда он должен был возноситься на небеса Елисей однажды точно такими же словами обращался к пророку Илии точно так же он обращался и говорил отец мой отец мой колесница Израиля и конница его то есть я думаю что царь Иоас он был знаком с этими событиями он был знаком с передачей того двойного помазания на жизнь Елисея и он не просто был знаком но он сталкивался лично с тем что Бог совершал через этого человека вы знаете когда ты человек Божий Бог будет подтверждать в твоей жизни свою славу это не просто будут высокие слова это не просто будут красивые фразы но это будет сила и слава Божья аминь поэтому друзья мои царь Иоас приходит с неким почтением с некой данью уважения и точно так же он приходит с пониманием того что ему очень важно услышать голос Божий от человека Божьего который скоро оставит эту землю он понимает что его упование не на колесницу не на конницу Израилеву потому что читая чуть выше мы с вами видим что она была очень маленькая по сравнению с вражескими мы понимаем с вами что Иоас хочет услышать от Господа нечто то что ему нужно будет делать как ему дальше управлять царством как ему дальше быть с тем множеством врагов и вот друзья мои Бог видя сердце царя Иоаса его искреннее уважение к человеку к пророку Божьему он начинает говорить через пророка Елисея и мы видим с вами что Елисей говорит царю взять в свои руки лук лук это очень в то время эффективное средство для ведения войны мы с вами читаем про стрелы выпущенные из лука как очень мощное оружие которое способно на расстоянии поражать достигать врага стрела может внезапно появиться в ночи стрела может настигнуть неожиданным образом но всегда вы знаете любое оружие которое о котором мы читаем с вами в Библии всегда мы понимаем что над этим есть некое провидение Божье и вот Бог говорит царю взять лук в свои руки повелевает открыть окно на восток восток это место с той стороны откуда сириане постоянно нападали на Израиля они были извечными врагами Израиля и после этого друзья мои Елисей подходит к царю вы знаете Иоаз не только был царем но я уверен он был воином потому что в те времена любой царь он должен был участвовать в войнах он должен был непосредственно принимать важные такие стратегические решения он должен знать как вести войну он должен уметь это делать и конечно же Иоаз я уверен был прекрасным стрелком из лука но в этот момент Елисей подходит к нему этот человек уже пожилой больной старец он накладывает свои руки на руки царя и как бы в какой-то мере он пытается как бы направлять или управлять этим важным действием Иоаза они вместе производят этот выстрел вы знаете в этом есть некое такое пророческое действие потому что спустя короткое время после этого выстрела пророк Елисей провозглашает и говорит о совершенной победе он как бы высвобождает это пророческое слово о победе над сирианами вы знаете друзья мои для меня это некое понимание того что на самом деле всякая победа она от господа аминь всякая победа она от господа торок Елисей пытается показать царю Иоазу что насколько важно понимать что не важно какой ты сегодня стрелок не важно каким видом оружия ты владеешь не важно насколько ты силен но важно понимать чтобы Господь был с тобой вы знаете своего рода этот старец он ничем не мог помочь Иоазу чтобы выстрелить из лука но я уверен что Иоаз в этот момент он понимал что ему нужно быть предельно осторожным чтобы не оттолкнуть чтобы действительно этот выстрел был такой совместный своего рода что руки этого старца должны были до конца находиться на луке на тетиве чтобы произвести этот выстрел и здесь мы видим с вами это пророческое друзья мои слово и в нашу жизнь что Бог желает вместе с нами приводить нас к победе Бог дает нам свою победу если мы друзья мои будем надеяться и уповать на Него на самом деле я вижу в этом пророческом действии вот этот важный урок я бы сказал примерно выразил бы его так друзья мои как важно нам сегодня учиться слышать голос Божий через Его Слово как важно нам не забывать это на самом деле важнейшее важнейший рупор Божий в нашу жизнь через Его Слово я помню в своей жизни когда я сталкивался с какими-то непонятными может быть сложными решениями я очень часто прибегал к Библии вы знаете я просто молился и говорил Бог проговори ко мне мне нужно твое откровение мне нужно твое Слово и вы знаете я просто садился открывал Библию и читал и я хочу сказать вам друзья мои всегда в жизнь мою какое бы решение сложное не было всегда Бог говорил через свое Слово сегодня это точно так же действует сегодня друзья мои Слово Божие оно точно такое же пророческое актуальное слово для каждого из нас если мы с вами не знаем не знаем выхода не знаем ответа я хочу сказать вам приходите к Слову Божьему просите Бога проговорить к вам через Библию нам порой иногда хочется легких путей нам хочется чтобы прийти к пророку как в эти времена Ветхого Завета и услышать чтобы он четко нам проговорил все подробно как действовать что делать но вы знаете выстрелить из лука это было обычное совершенно обычное действие не было ничего нового ничего необычного взять и выстрелить из лука но друзья мои Бог хотел показать царю Иоасу чтобы он доверял ему чтобы он не пытался делать что-то без него чтобы он не пытался идти куда-то не посоветовавшись с ним чтобы он помнил постоянно как важно чтобы Бог был со мной чтобы Бог одобрял то что я делаю и если нет его одобрения если нет его поддержки то может быть стоит не делать я думаю что именно это хотел Господь проговорить в жизнь Иоаса ты будешь побеждать если ты будешь со мной ты будешь попадать в цель если ты будешь доверять мне если ты будешь слушаться моего слова вы знаете наблюдая в этом современном мире даже порой за жизнью христиан некоторые люди они отходят от слова Божьего вы знаете они перестают доверять славу Божьему даже более того слово Божье сегодня для некоторых людей становится неудобным в нашем современном прогрессивном мире вы знаете Слово Божие становится неудобным. Многие люди смотрят и говорят, это устаревшее. Нельзя сегодня так жить, нельзя сегодня так поступать. Вы знаете, печально, что современный мир начинает диктовать, даже, к сожалению, некоторым людям, которые называют себя христианами, что так легко сегодня можно разводиться, так легко сегодня можно оставлять служение, так легко сегодня можно пренебрегать призванием, так легко сегодня можно не соблюдать те элементарные заповеди Божии, которые написаны в Слове. Потому что кто-то сказал, кто-то так уже живет, кто-то так поступает, и мы смотрим куда угодно, мы смотрим по сторонам, но мы забываем советоваться с тем вернейшим пророческим словом, которое есть у нас. Вы знаете, незаметно мы отходим от Бога, Его нету в наших жизнях, Он не участвует в наших делах. Даже порой, когда мы говорим, что Он с нами, вы знаете, Его нет с нами, если мы не соблюдаем Его Слово, если мы не живем по Его Слову. Именно об этом пророк Елисей показывает. Вы знаете, наверное, царю Иасу можно было сказать, посиди, пожалуйста, Елисей, тут в стороне, я сам выстреливаю, я прекрасный стрелок, для меня не составит труда, ты будешь только мне мешать, это будет неудобно. Но, друзья мои, когда ты с Богом в партнерстве, когда Бог с тобой, поверь мне, ты всегда будешь попадать в цель. Ты не просто будешь стрелять, ты не просто будешь выпускать стрелы, тебе будет достаточно одной стрелы, даже выпущенной в неизвестность в окно, но она будет попадать туда, куда Господь ее направит, потому что Бог с тобой. Аминь. Итак, если первое действие, стрельба из лука, это было понятно, это было для царя Иоаса совершенно обычное дело, то второе, что повелевает ему пророк Божий, он говорит, достань стрелы из колчана и начни бить ими по земле. Вы знаете, я так предполагаю, чтобы бить стрелами по земле, ну как минимум, царю Иоасу нужно было преклонить колено и начать это делать. Наверное, вы знаете, его длинные одежды, нарядные, красивые, царские одежды, это было делать неудобно в них. Может быть, какое-то другое предубеждение, может быть, его положение, может быть, то окружение, которое было рядом. Вы знаете, своего рода царь, ему нужно было смириться, ему нужно было, знаете, опуститься, пригнуться, наклониться, чтобы начать бить. И он в какой-то мере даже это сделал, но он не сделал это до того конца, которого ожидал Господь. Он не послушался того момента, когда ему скажет пророк, достаточно или хватит. Он просто это сделал настолько, насколько он это мог, хотел. Он ударил только три раза и остановился. И вот тут мы видим с вами, пророк разгневался, пророк говорит, почему ты остановился? Я тебе не сказал остановиться, я сказал тебе бить по земле. Вы знаете, следующий урок, который я извлекаю из этой истории, друзья мои, как важно нам все, что мы делаем в нашей жизни, либо делать это ответственно, посвященно и дерзновенно, либо не делать вообще. Особенно, если это связано со служением Богу. Особенно, если это связано с нашей жизнью христианской. Как важно, друзья мои, нам никогда не делать что-то посредственно. Никогда не делать что-то, знаете, лишь бы просто сделать. Но сделать действительно ответственно, даже тогда, когда мы не понимаем. Бог проговорил в жизнь царя Иаса начать бить стрелами по земле. И все, что ему нужно было, быть послушным. Но он ударил три раза и остановился. И вот тут приходит развязка. Пророк Елисей, он говорит, если бы ты бил хотя бы пять или шесть раз, ты бы победил в конец. Это слово высвобожденное, пророческое, о полной победе над сирианами, оно бы утвердилось. Это, знаете, друзья мои, порой то же самое, когда мы, приходя к Богу, становясь Его детьми, друзья мои, мы принимаем наследственно ту победу, которую Он совершил на кресте. Сегодня нам не нужно эту победу завоевывать. Бог дал ее нам. Но вы знаете, нам нужно эту победу утвердить в нашей жизни. И это наше смирение, это наше склонение пред Ними на колени, это наша молитвенная жизнь, это наше с вами руководство Его словом, это наше с вами посвященное Ему служение. Это именно то, через что, друзья мои, мы утверждаем эту победу в нашей жизни. Вы знаете, царство тьмы, дьявол, он противится в нашей жизни до тех пор, пока мы не смиряемся, пока мы не смирены, пока мы в гордости, пока мы надеемся на себя, даже будучи верующими людьми, будучи христианами, мы можем проявлять гордыню, мы можем проявлять непослушание, мы можем проявлять какое-то непотребство. И, друзья мои, тогда бесовский мир, он имеет власть в нашей жизни, он может нас останавливать, он может нам мешать. Победа Иисуса Христа, она не высвобождается в нашу жизнь окончательно, но наше смирение, наше послушание, наше служение Богу, оно утверждает это высвобожденное слово о его победе на Голгофском кресте. Бог дает нам эту победу в совершенном виде, при одном условии, мы будем ему послушны, мы будем перед ним смирены. Вы знаете, царь Иоас немножко упустил этот момент, он не пошел до конца, он просто сделал это так, как он считал это нужным. Но на самом деле, друзья мои, как важно нам помнить, что все, что мы делаем, нам нужно делать от души, нам нужно делать посвященно, нам нужно делать дерзновенно, потому что порой мы не знаем, какая молитва будет успешней, какая молитва будет сильней. Вы знаете, порой мы слышим голос Божий, Бог говорит, молись. И мы думаем, я молюсь, но нет ответа. Бог говорит, читай слово, но я уже читал, не раз прочитал Библию, сколько можно его читать? Вы знаете, друзья мои, это нужно делать всю нашу жизнь, и победы, они будут приходить. Вы знаете, может быть, вы слышали эту историю о каменотесе, который искал очень хорошую каменную глыбу для будущей скульптуры. И вот он, подойдя к одной скале, он увидел эту замечательную глыбу на скале, и он принял решение, я буду сейчас эту глыбу отсекать. Она идеально подходит для будущей скульптуры. И вот он начал этот нелегкий труд. Ему нужно было отсечь мощными ударами эту глыбу от скалы. Он наносил 10 ударов, 20, 30. Вы знаете, он уже чувствует, что силы уходят, устает. И вот еще, 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 и он сделал 39 ударов. И он вдруг сдался. Сказал, наверное, я не смогу это сделать. Наверное, эта глыба не подвластна мне. И он ушел. Он оставил это дело. Но спустя короткое время еще один похожий каменотес, он также увидел эту глыбу, его внимание привлекла эта глыба, и он говорит, это то, что мне нужно. Все, что он сделал, он взял свое зубило, молоток, и он занес, ударил один раз, и эта глыба с легкостью отсеклась и упала. И если бы тот каменотес первый, он нанес еще один удар, он не опустил бы свои руки, эта глыба досталась бы ему. А так его труд достался другому. Вы знаете, порой бывает так, что в нашей жизни мы останавливаемся, мы перестаем молиться, мы перестаем смиряться, мы перестаем искать его. Мы думаем, сколько уже можно это делать? Я уже устал. Мы перестаем бороться. Мы иногда думаем, нам, наверное, легче сменить местоположение, убежать, убежать от этих людей, с которыми у меня ничего не получается, оставить семью, может быть, развестись, может быть, еще что-то сделать, может быть, поменять место работы. Намного легче. Но вы знаете, мы не понимаем, что все внутри, оно будет нас преследовать. Мы не сможем найти этот, как бы, как мы думаем, второй шанс, если мы не начнем использовать то, что есть у нас. Бог дал нам то, что есть у нас. Эти лук, эти стрелы. Вы знаете, та женщина, вдова, муж, который умер, пророк, и ее дети должны были попасть в рабство. И она пришла к человеку Божьему и сказала, помоги. Вы знаете, мне нравится, что Бог не дал этой женщине новый кран в стене, из которого текло бы масло. Вы знаете, что стоило Богу сделать это? Но человек Божий сказал, слушай, что у тебя есть? Она сказала, только пустые сосуды, опустошенные, там уже ничего давно не было. Он сказал, достаточно, пойди еще к соседям возьми. Вы знаете, эта женщина пошла к соседям, и я уверен, ей не дали хорошие сосуды, ей не дали сосуды, знаете, которые были нужны, ей дали ненужные, которыми не пользовались. Возможно, уже какие-то с дефектами. Вы знаете, пустые сосуды, это те, которыми не пользуются. Может быть, пыльные, может быть, уже готовые к тому, чтобы их выкинуть. Но эта женщина взяла эти сосуды, она не побрезговала ими. Она прислушивалась тому, что сказал Бог. Ее опустошенные сосуды Бог наполнил. Ее опустошенные сосуды Бог наполнил. Бог силен сегодня наполнить, может быть, твою семью своим новым присутствием. Бог силен наполнить твое служение своим новым помазанием. Бог силен наполнить, знаешь, твое посвящение этим новым огнем Божьим. Если ты предоставишь ему, если ты скажешь, Господи, я не хочу стрелять один, я хочу, чтобы ты был рядом со мной, чтобы твои руки держали мои руки. Все, что тебе нужно, используй то, что есть у тебя. Не пытайся это поменять. Не думай, что поменяв одно на другое, что-то изменится. Нет. Бог неизменный. Он силен наполнить даже самое опустошенное. Он силен восстановить даже самое потрескавшееся. Он силен изменить любую ситуацию вокруг тебя. Но все, что ему нужно, чтобы ты позволил ему стать рядом с тобой. Чтобы ты не остановился в своих молитвах. Чтобы ты не остановился в своем служении. Чтобы ты не сказал, я не пойду, я останавливаюсь, я сдаюсь. Бог наполнит тебя. Вы знаете, точно такой же пример мы видим с вами в Новом Завете, когда Иисус Христос пришел на свадьбу. Это первое чудо. Вы знаете, мне нравится, что на самом деле, друзья мои, для чуда у Бога есть два условия. Чтобы чудо Божье в твоей жизни произошло, у Бога есть два условия. И вы знаете, какое первое условие? Первое условие это материальная часть. Бог ожидает от тебя, что ты можешь Ему предоставить. Или ты скажешь, Бог, у меня ничего нет. Знаете, как часто мы сегодня привыкли, когда у нас что-то может быть не так, нам легче сделать и сказать, что у нас вообще ничего нету, все нормально. Мы боимся признаться, сказать, Господи, да, у меня вот так не так, тут не так, у меня вот здесь проблема, у меня вот здесь кризис, Господи, Ты мне нужен. Нам легче порой иногда, знаете, одеть маску, сказать, все хорошо, мне ничего не нужно, у меня все нормально, я справлюсь. Так вот, друзья мои, Бог ожидает от нас материальную часть, Он ожидает от нас, когда мы скажем, Господи, все, что у меня есть, это пустой сосуд. Он давно опустошился, он высох, он покрылся пылью. Господи, я не знаю, что делать. Да, у меня кризис, да, Господи, да, Боже, у меня проблемы, да, я не вижу выхода. И тогда второе условие, это Его сверхъестественное присутствие, это Его сверхъестественное наполнение. Он придет и наполнит то, что есть у тебя. Он придет и изменит ту ситуацию, которая сложилась в твоей жизни, если ты Ему доверишь. Вы знаете, Христос пришел на эту свадьбу, и Он взял обычные водоносы. Это не были водоносы, предназначенные, может быть, для кого-то торжества, для свадьбы. Это были обычные водоносы. В них носили воду, чтобы мыть руки, ноги, чтобы, может быть, поить все вподряд, скотину и всех остальных. Но Христос сказал, давайте то, что есть, эти водоносы, наливайте туда воду, обычную воду, и только потом пришло чудо, только потом пришла Его слава. И там, где ты есть, ты можешь просто закрыть свои глаза, и давайте мы помолимся вместе. Может быть, кто-то, вы хотите склонить свои колени. Знаете, будьте свободны в присутствии Божьем, потому что Он видит сегодня ваше сердце, Он видит ваши мысли, Он видит ваши желания. И давайте мы помолимся. Отче наш Небесный, великий Господь, любящий Отец, мы обращаемся к Тебе сейчас в этой молитве. Мы молимся, Господь. И мы просим, Боже, помоги нам уповать на Тебя всегда. Мы так хотим, Господи, чтобы наша жизнь, она всегда была наполнена Твоим присутствием. Мы так хотим, чтобы на наших руках всегда были Твои руки, Господь, которые будут помогать нам совершать правильные дела, правильные поступки, Господь. Мы молимся, чтобы Твои мысли, они всегда, Господи, достигали наших сердец. И чтобы нам мыслить так же, как Ты. Мы нуждаемся в этом, Господь. Мы хотим быть посвященными людьми в служении. Мы хотим, Господи, чтобы наши молитвы не ослабевали. Мы хотим, Господи, чтобы наше упование на Твое Слово, оно также было эффективным в нашей жизни. Мы молимся об этом, Господь. Боже, мы просим, приди на помощь сегодня каждому, кто ослабел, кто устал, кто опустил свои руки, Господь. Я молюсь об этом. Боже, наполни всякий опустошенный сосуд. Боже, даже те сосуды, которые могут быть сегодня разбиты, которые могут быть сегодня, Боже, они, Боже, испорчены какими-то силами греховными, каким-то злом, Господь. Я прошу, приди, восстанови, наполни, Господь. Дай новую возможность, Господь, опять быть с Тобой, быть в Твоем присутствии. Я молюсь, Боже, Ты тот, кто поддерживаешь, Ты тот, кто, Господь, даешь силы и обновления. Я прошу, наполни нас, Господь, своим помазанием, своей силой и славой. Мы хотим приносить плод, мы хотим быть плодовитыми и сочными в Твоем Царстве. И я благословляю каждого брата и сестры. Я молюсь, Господь, за тех, кто переживает сложные обстоятельства. Молюсь за тех, кто в болезни, кто прикован к постели. Коснись, Господь. Обнови, Боже, пусть сила Твоя придет, пусть жизнь Твоя придет, Господь. Во имя Иисуса Христа. Боже, я молюсь за тех, кто был разбит грехом. Боже, восстанови, Господь, дай возможность, Боже, начать служить Тебе, как Ты когда-то дал возможность блудному сыну снова прийти в дом отца. Боже, помоги, благослови, обнови в силе, обнови в славе, Господь. Во имя Иисуса благодарим Тебя. Благодарим Тебя, Господь, что можем надеяться на Тебя, и Ты не подводишь. Ты верный Бог, Ты неизменный Бог. Спасибо Тебе за Твое Слово. И пусть оно всегда будет для нас этим компасом, этим маяком в ночи, Господь, чтобы нам не сбиться с пути, ведущим в Царствие Твое, чтобы нам всецело полагаться на Тебя, на нашего любящего Небесного Отца, который всегда держит нас за руку. Благодарим Тебя, превозносим, прославляем, потому что Ты наш Бог, Ты наш Небесный Отец, и Тебе одному добудет вся слава, честь и хвала во веки веков. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Я хотел бы еще помолиться одной очень важной молитвой с теми драгоценными людьми, которые никогда не молились молитвой покаяния. Знаете, все начинается с покаяния. Божьи действия в нашей жизни начинаются с покаяния. И если Вы сегодня тот человек, кто хотел бы примириться с Богом, чтобы Бог освободил Вас от Ваших грехов, сейчас я хотел бы помолиться вместе с Вами. Повторите эту молитву там, где Вы находитесь, вместе со мной. Прямо сейчас повторяю эту молитву. Отец Небесный, я молюсь к Тебе во имя Сына Твоего, Иисуса Христа. Я верю, что Иисус умеет за меня и за мои грехи и воскрес мое оправдание. Господь, прости меня. Прямо сейчас очисти меня. Войди в мое сердце и живи в нем. Будь моим Господом с этого момента. Я благодарю Тебя, что Ты услышал меня и вошел в мое сердце. Слава Тебе во веки веков. Аминь. Дорогой друг, если Ты молился такой молитвой, сообщи нам, напиши на горячую линию, напиши нам в чате. Мы хотим с Тобой связаться, помочь Тебе, найти церковь, найти наставников, найти общение, и чтобы Ты был в огромной благостоянной семье Божьей. Слава Богу за каждого, кто сегодня вместе с нами, кто сегодня в эфире, кто сегодня в Доме Божьем. Да благословит Вас всех Господь. Спасибо.